перед входом на водопады ремонтируют одну часть перекрыли стихонят на кухне. так ну что мы приехали на экстрим парк мишука но мы не босс тарсанки туда здесь обзорной площадки и где-то недалеко водопады пойдем пойдем посмотрим как люди прыгают пойдем-пойдем я не смогу я вас ты боюсь кафешка туда же есть а вот смотри пещера 654 метра кстати отмечено мы пойдем где-то из пещеры водопад давай посмотрим на без крошки молодцы давайте я спусту не надо тут же вот есть вот такие качельки и обзорная площадка как подожди ты ничего не пойму вот это трасса с лаганаки идет каменномоски вот сейчас под нами да ты сюда это река белая с того ущелья ну вот каменномоски в общем по этой тропочке вот вдоль этого ущелья где-то там есть водопад 15 минутах от этого мешока и на на карте то он не отмечен поэтому идем так расспрашиваем местных где чего можно посмотреть потому что много чего на картах нет даже тоже программе марс это он наверное а он как мы 15 минут не шли шумит он тропа тут конечно натоптана сейчас посмотрим так страшно идти вдоль этого ущелья древнего человека такое глубокое ущелье правда тут оттуда андрюш тропочка а ты просто посмотреть на обзор погода опять разогрела жара ой какая птичка не боится гнездо что ли не тут посмотри эта трава как покрывает красиво какая камни помета камни смотри вижу вижу тип овсяница похоже вон он водопад нет есть не смысл пройти точно а что вниз мы спустимся наверное где спускаться и вон тропинка вижу ну все пошли он где-то лесенка сказал ну ничего все Наташа мы должны с тобой победить давай давай победяй в общем так вот спускаемся по камням вниз конечно когда сыро наверное скользко ну мы еще не по таким тропам ходили так водопад уже слышно ну вот спустились вот тут водопад вот тут свежо как хорошо обалдеть я не знаю название этого водопада но такой тоже не маленький впечатляющий впечатляющий опа вот он ооо смотри я вот тут ооо тут ооо тут уже отметились кроме тебя ха 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 чтоб помнить нарухабга 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 на водопады когда идет там тоже таких пирамидок но там оооочень их много немного так здесь плецкая как здесь посидел как здесь море здесь здесь как здесь ro мы все время из водопадов пьем воду сейчас попробовали знаете похоже на березовый сок в общем подъем сложноватый чем спуск просто очень сейчас жара такая жара сейчас пошла поэтому жара очень тяжело а там группа спустилась и пенсионеры не знаю как они будут подниматься долгое время наверное поэтому лучше по таким местам ходить осенью сейчас жара тяжело но зато посетили два объекта которые не планировали сейчас кстати вот обратно едут который вот на тросах туда шли они видим по горам полосам какие-то пещеры сходят и вот обратно сейчас они возвращаются видно не видно вам наверно камера то это не приближат сейчас подойдем поближе там же еще будут прибывать похоже уже все приехали кому тут шли в общем там они спускаются там походят возвращается даже по канату сюда отдых они поднимаются на эту гору на высоку чтобы было обратно вернуться теперь поняла маршрут это вот там вруфабга том ущелье да так 3000 рублей сейчас можно лады хоть сходить 1000 рублей качели 500 рублей каньон 3000 рублей вот эта тропа героев джипинг тут разные развлечения экскурсии фото видео конные прогулки ну что мы приезжаем больше этот рыночек ну да вообще-то ночица не заезжали заехали вот сейчас магниту там рыночек такой качай купили горного нам очень понравился в том году подобран то правы очень хорошо так и себе лакомство купила там рахат лакума щербета в общем едет сейчас где-нибудь надо остановиться пообедать время уже обед отдохнем и уже поедем купаться на источнике собственно и все проехали а В общем, мы нашли такое местечко, пообедать, отдохнуть, такая полянка, река белая протекает, место вообще шикарное, сейчас чаек с кипятим, горный, я набрала рахатов, лакумов разных, я их очень люблю, ну не много, а так, на пробу, не помню, как станица называется, съехали в конце улицы. Вот, сначала мы погуляем, у нас в общем распоряжение есть примерно 2 часа до источников, ну 2 часа мы так планируем отдохнуть, смотрите, там видимо рекой нанесло мусор, пилили деревья, если бы не этот мусор, тут вообще шикарно смотрелось бы, в общем, говорят, тут тоже в этих местах есть аммониты, в камнях, мы под мостом смотрели, в Даховской, ничего не нашли, уже, наверное, все выбрали, ну, сейчас попытаемся здесь что-то поискать. Вот интересно, в одном камне разная порода камней, вот по сути аммониты, так вот они тоже как-то находятся, не знаю, как искать, ну, смотрим. Какая-то интересная порода камней тоже рассыпается, прям в такую крошечку, что такие за камни, из чего они, а так, на самом деле, их очень много всяких разных фракций. Вот они, эти амониты могут вот внутри камня, но мы почитали, что они должны быть в породах, которые, типа, известковых, вот таких вот, более рыхлых камнях. То есть, так-то можно и не найти. Камни долбить мы не будем. Ну что, пойдем располагаться? Это будет наш обед, шашлыки доедим, ну, может, не доедим, оставим, поедим. Вот так вот, на кромсало овощи, хлебушек, лаваш, вот такой вот рахат лукум, базный, чаек там горный заварили, пока он заваривается, ну, покушаем. Вот это вот халва с кунжутом, в середине шоколад. Это манго, рахат лукум, это ягоды с миндалем. Ну что, мы собираемся, пообедали, отдохнули, у нас тут гости, покушали, мы им дали перекусить эти стадо. Дедушка, говорит, уже 40 лет водит стадо, пастухом работает, там прошел. Там малыши ходят. Так, корова к нам идет. Плату тоже тебе надо заплатить, да? Собачки умные, кстати, вот не лезут, просто сидят рядом. Молодцы. Так, ну что, собираемся, едем. Вот, термальные. Что, нет? Вот здесь мы покупали яблоки. Вкусно. Так, мы в Тульску. Так как едем со стороны Каменноморского, поэтому нам надо в другой конец города. В общем, вот едем, можно сказать, через сам центр. Вот, вот еще. Ага. Ну, его открыли, по-моему, еще после прошлого года. Мы в том году хотели. Мы в том году хотели. Хотели, да. Чем-то 50 метров, поверните налево. Посмотрим, как здесь. Налево? В общем, вот такой комплекс здесь и гостиница. Называется термальный парк-отель. Ну, тут парковка уже тут вот вся занята. Ну, валят. Посмотрим. Новый документ, поэтому там. Ресепшн, пойдем. Ой, да тут всякие палаточки можно и купальные принадлежности купить. В общем, регистрация вот на этом ресепшн. А кто купаться просто. Значит, это вот такая раздевалка женская. Здесь, значит, столик для детей есть. Вешалки. Душ, там туалет. Вот такие вот, сколько тут, три бассейника, да. Ну, вот видно даже уже по цвету воды, что это термальный. И запах. И запах. Да-да-да. Громатный. Тут вокруг вот такие гостиничные комплексы. Там кафешка есть. Ну, все, мы пойдем купаться. Вот. Ну, все, мы пойдем купаться. все друзья мы возвращаемся домой очень понравился в этот раз отдых особенно термальные источники мы еще раз побывал в этом месте как красиво глицинья цветет сейчас едем многих по дороге это моих господинске одежда на деревянку красиво проехали мне нравится как стены культурно все ухожено все уже проезжаем на дорогу у нас вышла легкая нашли объездную дорогу где объезжают большие города такие как белореченск великовечно вот такие вот где обычно бывает интенсивное движение дорога у нас вышла легкая а сейчас мы уже подъезжаем к панской тут кстати идет тоже капитальный ремонт дороги что радует мы в сторону от краснодара ездим по этой дороге через капонскую и вот хотела вам еще показать ханское озеро видите как оно разлилось до самой дороги кстати когда мы ехали туда но уже было темновато но тем не менее было видно что и с другой стороны была вода вот за два дня она уже ушла по времени уходит дорогу у нас от того места где мы были до дома это пять часов езды в общем все мы уже подъезжаем к нашей станице спасибо большое что вы были с нами и посмотрели эти наши путешествия дни за поддержку за лайки за комментарии тоже вам огромное всем спасибо ну теперь начнутся уже будние дни и будем уже работать и будем вам показывать что у нас будет какие изменения все остальное всем всем до новых встреч пока пока там и и и и Продолжение следует...